Что делать, когда муж сильно ревнует? Вот веды, они объясняют, что надо, с мужем-то ничего не надо делать. Надо понять две вещи. Первая вещь, что во мне такого, что он ревнует. И вторая вещь, что в нем такого, что он ревнует. Ну то, что в нем, что мы можем с этим сделать, так? А вот то, что во мне, мы можем. По крайней мере, какую-то часть мы можем поменять, свою. Ну допустим, вот женщина, она соткана из энергии любви. И эта энергия, она интересно функционирует. Что если женщина, допустим, близкие отношения с кем-то строит, то человек на это рассчитывает потом. Ну он думает, что вот эта энергия будет дальше вращаться в его отношениях с этой женщиной. Так? Навсегда. Так, мы чувствуем это, так? И самое интересное, у женщин тоже есть такое чувство. Но потом, смотрите, сейчас интересно, культура построена. Женщина приходит домой, она снимает все самое красивое и просто ходит. Ну то есть энергия красоты, зачем она нужна кому? Она нужна здесь дома. Но когда она идет куда-то на улицу, она очень красиво наряжается, красится, идет на улицу. Ну это понятно, что не нуждается. Но мы сейчас говорим о тенденциях. Вот смотрите, вот женщина нарядилась, пошла на улицу. Для кого? Вот самое дорогое и близкое живет дома. Для него надо наряжаться. Это дети, это муж. А зачем там-то наряжаться, на улице? Я просто задаю сам себе вопрос, женщины. Я не против, как бы, ничего. Мы говорим о теме ревности. Есть ведь вопрос культуры. Вот в древней культуре я изучал, там женщины дома красились, а на улицу выходили. И сейчас тоже можем видеть, закрывают лицо некоторые. Некоторые так делают, чтобы скромненько смотрелось. Зачем? Смысл какой? Может они дуры просто и все. Ну, если мы как бы изучаем более серьезно, самый простой способ решить вопрос. Дуры. Ну, самый простой способ. Не надо напрягаться, просто дуры и все. Недоразвитая, нет культуры и правильное воспитание. Религия опиума для народа. Хорошо. Но если я такая умная, почему же меня тогда муж ревнует, а ее нет? Ну, что ревновать-то, если она ни на кого не смотрит там на улице? Ну, хорошо, бывает, муж, допустим, психически больной человек. Он ревнует. Но если у меня муж нормальный, здоровый человек психически, не больной. Сразу вот так, да? А он как вас считает? Каким? Здоровый? Да? То есть он больной, а вы здоровые, да? А? Свободолюбивый. А вы считаете больным? Вот смотрите, давайте смоделируем ситуацию. Допустим, у меня жена свободолюбивая. Допустим, у меня жена свободолюбивая. Свободолюбивая означает, любит всем глазки строить, улыбаться. Ну ты, а как? Я полностью тебя закрыла сразу. А вы не можете себя закрыть? Вы не можете себя закрыть? Вот допустим, я вижу, у вас красивое лицо. Вы себя закрыли? А, видите, уже открыли сразу тут же. Это всё. Женщина не может себя закрыть. Она красивая, не может себя с этим ничего сделать. А если кто-то видит, что она красивая, она не может как бы не обращать на это внимания. Она знает, что её так считают, и счастлива от этого. Счастлива. Идёт обмен. Поэтому женщина закрывает лицо, чтобы сохранить счастье в семейной жизни. Чтобы красоту свою направить, энергию в один фокус, в одно место. Вот допустим, если бы у меня жена ходила и глазки строила всем, я тоже, наверное, с ума сошёл бы. Я был бы психически больным человеком. Я не говорю, что буквально вот так, но этот фактор вы должны учитывать сейчас, то, что я вскрыл ситуацию немножко. Не хотите учитывать, да? Означает нехватка знания. Потому что часто женщины думают, что именно вот так они счастье могут получать. Вот как вот так вот. Очень активно, свободно. Не факт. Смотрите, женская природа какая? Глубокая, глубокая и личностная. Многие женщины не знают об этом. Что их природа, она глубокая и личностная. Что женщине лучше всего, больше счастья в личных, глубоких отношениях, чем вот в поверхностных и широких. Я что-то не так говорю, женщине? Глубокая и личностная природа. Очень личные, глубокие надо отношения строить, чтобы испытывать счастье, как женщина. Так? Ну как я могу глубокие отношения строить с человеком, если я ему улыбнулась, и туда улыбнулась, и сюда улыбнулась, везде улыбнулась, и какие с ним глубокие отношения-то? Он же смотрит, какая я. Он же тоже не дурак. Ну, конечно, если дядю Васю взять, как бы, тогда другой вопрос. Можно смотреть, и он будет так. Ну, значит, тебе хочется с таким жить, нет проблем. Опять глубоких отношений не будет. А если нормальный мужчина, серьёзный, то он будет нервничать, потому что нет глубоких отношений. Ожидания не оправдываются. Нет того, чего хотелось. Почему женщины так себя ведут? Нет знаний просто. Они не знают себя. У них нет образования о себе. Не понимают, что они женскую природу имеют, что надо по-другому себя вести. Так, хорошо, вопрос. Вот я мужчина, теперь мужчина возвращаемся. Я мужчина, допустим, да? И я вижу женщину такую, знаете, она глазки не строит, очень глубокие отношения с мужем строит, а на улице такая ведёт себя сдержанно. Как я буду к ней относиться? Уважительно, однозначно. Это очень серьёзный человек, я буду считать. Всё. На работе я начальник, одна мне строит глазки, я буду серьёзно её воспринимать как личность? Нет. А вот это вот не строит, уважает мужа, ко всеми очень аккуратно обращается, деликатно, и никому, ни с кем так не делает, а просто как бы выполняет свой долг, как бы спокойно. Как я буду относиться к такой женщине? Я начальник. Она мне глазки не строит, вроде бы, надо её уволить просто, и всё. Как я буду относиться? Уважительно. Почему я буду её уважать? Потому что она сама себя уважает. Видите, мы пришли к интересному выводу, что если женщины ведут себя поверхностно везде вокруг, они просто не знают, как себя уважать. Не знают, что такое чувство собственного достоинства женское, как оно работает. Возвращаемся к началу нашей беседы. Многие пришли уже попозже. А начало было таким, что мы не сами себя оцениваем, есть сила, которая нас оценивает внутри. Эта сила называется по-русски совесть. Она от нас не зависит. Некоторые говорят, у каждого своя совесть. Нет, совесть одна, она принадлежит Богу. И у женщины совесть вот так работает. Если она отдаёт себя близким и от всех закрывает себя остальных, значит, женщина собой довольна. Мне изнутри приходит вот это ощущение, что правильно я себя веду, мне хорошо от этого. Я испытываю это внутреннее глубокое счастье. Всё. Видите, как всё оказалось просто. Все согласны. Кто-то не согласен с этим? Поднимите руку, кто не согласен. Как другим? Вот смотрите, если она близким отношения строит глубокие, то она становится глубоким человеком. Если не строит с близкими отношения глубокие, не становится глубоким человеком. Понимаете разницу? Она поверхностный человек. Есть глубокие женщины, есть поверхностные. Глубокие женщины. Почему они глубокие? Потому что они с кем-то строят глубокие отношения. С кем? С тем, с кем положено. С близкими людьми. Понимаешь? Вот допустим, понимаете, женщина, допустим, строит близкие отношения с чужим мужем. Это глубокие отношения или нет? Нет, потому что эти отношения же нелегальные. Как они могут быть глубокими? Они просто, это отношения, наслаждение. Не долго, а наслаждение. Они понаслаждались и расстались. Ну, до свидания, все. Это все не глубокие отношения. Глубокие – это когда чувство верности есть, есть уважение. Ты как бы держишь клятву свою перед человеком. Это глубокие отношения. Если женщина глубокая по природе, она глубже с чужим детям относится или нет? Глубже. Вот и ответ. Видите, есть природа, с ней ничего не сделаешь. Надо это все изучать. И поэтому как раз сегодня такая самая ответственная лекция у нас. Я немножко волнуюсь, потому что многие первый раз пришли. Кто первый раз пришел на лекцию? Я вас поздравляю, вы пришли на лекцию, которая является последней в этом цикле семейных отношений. Который цикл этот длился целый год. Мы много что изучили. И сейчас самая сложная, самая последняя тема. Вы пришли на 10 класс. Называется уже «Духовная жизнь в семье». Да? Духовные отношения в семье. Самые сложные. Ну ладно, тогда вы не обессудьте, если вы что-то не будете понимать в этой теме. Самая сложная тема. Первый вопрос. Почему самое сложное? Потому что у нас по природе, мы, вот веды говорят, у нас такая природа, что мы боимся этой темы, связанной с Богом. Мы боимся ее. Смотрите, если, допустим, девочка гуляет с мальчиками, ну, может быть, это опасно. Если девочка пошла на дискотеку, это, наверное, опасно. Но если она пошла в какой-то храм, непонятно, сразу это сильно опасно, да? Видите, мы Бога боимся. У нас это, эти отношения для нас с Богом очень глубокие и ценные. Мы говорим, стоп, стоп, зачем ты туда пошла? Давай рассказывай. Очень серьезно относимся, да? Если человек начинает в Бога верить, зачем именно так? Надо вот так верить. Сразу у нас, мы как бы локтями пихаем его. Тема очень для нас значимая. Часто люди от себя подвигают всю жизнь эту тему. Это не мое, некогда мне этим заниматься, у меня есть работа. Ну, не хочу вот, а почему? Потому что очень значимая тема. Очень серьезная, значимая тема. Многие люди боятся этой темы. Но вот в этом и суть заключается. Раз она такая значимая, что все неравнодушны к ней, так может тогда с этого и начинать, понимание жизни, с этого вопроса. Может, есть смысл все-таки в этом разобраться? Есть Бог или нет Бога? Смотрите, нет Бога. Теория была, возникла в эпоху Возрождения. Наука пошла, обычная наука наша, современная. В эпоху Возрождения в основном нет Бога. Ну, или он где-то там далеко, есть бы разные варианты этой, как бы, концепции. Хорошо. Дальше что возникает? Следующий этап развития мысли научной. Раз Бога нет, значит, Вселенная возникла случайным образом в результате взрыва там какого-то большого. Да. То есть, опять же, что взорвалось? Для этого надо придумать специальную математику, в которой существуют бесконечно малые объекты. Просто мы же не можем, как бы, просто, ну, решить, что точка, вот точка взорвалась, да? Если ничего не было, тогда откуда возникла точка? Для того, чтобы понять, откуда возникла точка, когда никого, ничего не было, для этого надо создать теорию бесконечно малых объектов. В бесконечно малом пространстве, там, где ничего нет, всё равно что-то есть. Ну, если ничего не было, значит, ничего не было. Есть веда, такое понятие элементарная логика, есть такая наука Ньяи. Она говорит, что есть элементарная логика, которую нельзя расщепить на элементы. Например, там приводится пример элементарной логики. Если ничего нет, значит, ничего нет. Ведь это понятно, дураку, правильно? Но мы как бы решили, что всё-таки там есть бесконечно малая точка. Ну, так решили. Потому что ведь нам трудно принять, что Бог есть. Да? Трудно. А вот бесконечная малая точка принять легко. Приняли, что есть бесконечная малая точка. Она взорвалась. Маленькая такая точка взорвалась. Опа, и получилась Селенная. Большая. Она расширяется до сих пор. Всё больше и больше становится. Была маленькая бесконечная малая точка взорвалась. И опа, пошла расширяться всё. Видите, как мы сочиняем? Классно. Это развитие мысли современной. Дальше поехали. Человек появился... Да? А? Так. Вот, поучите меня, пожалуйста. И? Мне интересно, страшно. Так. И вывод какой, если этого нет? Если этого нет, значит, кто-то это сделал, получается? Видите, у меня другое мышление. Есть желание считать, что никто ничего не сделал, что оно само возникло. Поэтому можно много гипотез сделать в одну сторону. Но есть очень простой способ другую гипотезу поставить. Если ничего не было, значит, кто-то это сделал. Другой. От чего вот это не зависит? Понимаете? Эту гипотезу трудно ставить. Веда объясняет, почему. Потому что у нас есть внутри нежелание думать о Боге. Понимаете? Это нежелание основано на вот этой вот греховной природе. Мы здесь для экзаменов попали сюда. Мы души по природе. Но мы души, какие немножечко заблудившиеся. И поэтому нам хочется, чтобы Бога не было. Ну, веда это все, это очень глубокий такой философский вопрос. Вот здесь немножко другая тема. То есть мы предполагаем бесконечно немножко, предполагаем, что он все-таки есть. Но все наоборот. То есть не мы бесконечно немножко предполагаем, что его нет, а бесконечно немножко предлагаем, что он есть. И это значит, что бесконечно немножко надо начинать изучать священное писание, которое написано теми, кто интересовался этим вопросом серьезно. И вот я изучал. Знаете, есть ученые, которые пошли вот другим путем. Они взяли и отвергли идею, что человек возник в результате случайной комбинации химических элементов. Был такой ученый-опарень, который пытался из молекул создать белок. У него эти получились углеродные связи. А вот жизни нагреванием и остужением создать не получилось. Понимаете? Но тем не менее утверждение осталось, что жизнь возникла из комбинации, самопроизвольной комбинации химических элементов, в результате нагревания и разрушения. В природе, смотрите, не существует таких ситуаций, когда материя сама начинает синтезировать себя. Наоборот, существуют ситуации, когда она разваливается сама. Если тапки поставить, там четверо тапок не станет. Через 200 лет они просто превратятся в пыль, эти тапки, которые стояли. Видите, есть обратный процесс саморазрушения материи, а не самосохранения и синтеза. Хотя мы видим, что есть объекты, которые объединяют вокруг себя материю. Например, семечку посадили в землю, она пошла расти. Веда объясняет, что такие объекты все имеют душу внутри, что эта духовная энергия заставляет материю объединять вокруг себя. Но интересно, как научная мысль развивалась. Мы как бы, согласно останкам, которые мы раскопали, решили, что 100 тысяч лет назад разумный человек появился на земле. Но у меня есть один знакомый, очень гениальный человек. Знаете, в чем гениальность его заключается? Он просто взял и сказал, «А может быть, есть другие какие-то факты?» И начал просто изучать историю археологии. И изучать он не так, как по книжкам, а начал ездить везде и спрашивать, «А у вас вот есть артефакты какие-то, чтобы не так было?» И он, знаете, он вот так изучал, изучал и собрал целую кучу удивительных открытий, которые в результате того, что они не попадали под статью продвижения научных идей современных. Вот, например, взять одно из таких открытий. В одном пласте Земли в Америке нашли следы человека и следы динозавра. В одном и том же пласте. Абсолютно достоверное исследование. Результат такого нахождения, она доказала, это женщина, которую как бы... Есть книга, в интернет найдите, «Запрет на археологии», почитайте. Там все это написано. Ее лишили ученых степеней, уволили с работы. Потому что 500 тысяч лет назад человек не мог возникнуть, согласно современной теории. Один дядька вообще обнаглел. Он нашел палец человека, вот абсолютно человека прямоходячего. Нет никаких сомнений, это доказывается. С помощью изучения скелета там и так далее, радиоизотопных исследований, палец ничем не отличается от нашего. Три миллиона лет назад он окаменел. Не сто тысяч, не пятьсот, а три миллиона лет назад появился человек, оказывается, на земле. Тю-тю, вообще все наши теории разлетаются. Хорошо. Для того, чтобы доказать, что человек дальше развивалась, вот эта идея, из химических элементов до человека, надо переходный этап найти от животного к человеку. Переходным этапом считали человека обратно, образную обезьяну. В Америке нашли скелет обезьяны, череп человека. Когда радиоизотопные исследования начались, обнаружилось, что череп принадлежит одной личности, скелет другой. А из учебников биологии это не убрали. Как было, так и осталось, понимаете? Хотя нет фактов, что этот вид жизни обезьяна переходит в человека на каком-то этапе. Нет фактов науки сейчас, но мы изучаем это именно так. Это наука или не наука? Это научный подход? Нет, а почему тогда мы так изучаем? Потому что есть желание так считать. Это желание движет, вот такое вот, движет этим изучением. Вот и все. У нас есть тенденция считать, что мы управляем этим миром, а не какие-то силы другие, более высокие, чем мы. Мы боимся, что это так, вот какие-то силы. А вдруг это инопланетяне, которые прилетят, нас по всех поубивают? Мы так воспринимаем какие-то силы иззаземные, как инопланетяне, какие-то у них морды такие длинные, глаза узкие, страшные, они всех убивают, насилуют. Мы не знаем, что у нас в сердце есть сверхдуша, совесть. Смотрите, давайте прогнозируем несколько моментов. Что такое совесть? Когда внутри что-то раз, туда не ходи, снег башка попадет, больно будет. Ну то есть что-то внутри такое возникает, ну нельзя вот это делать и все. Ну нехорошо. Это моя сила или не моя? Если бы моя была, я бы ее давно придушил. Она не душится, она разгорается все сильнее и сильнее, когда я делаю что-то не так. Я в армии, когда служил, открываю вам сердце. Одно время, одно время я был почтальоном, и мне тяжело было есть эту мясную пищу, которую там давали. Я уже тогда хотел быть вегетарианцем. И поэтому я нащупывал в пакетах, письмах, деньги, вскрывал их и покупал на эти деньги себе какую-то пищу, которую можно было купить и ел. Когда я сейчас вспоминаю об этом, я покрываюсь холодным потом. Вот я когда сейчас вспоминаю, что там просто деньги посылали солдатам, родители, для того, чтобы они что-то себе покушать купили. Я сейчас вспоминаю об этом, мне просто внутри вот так все разлетается внутри в моем сердце от этого поступка. Я не согласен с этим. Но это не я не согласен. А вот сила эта не согласна, которая ведет меня по жизни. Понимаете? Мы не можем отрицать, что она есть. Хочется нам это, не хочется. Мы должны, если мы ученые, если мы хотим изучать настоящую науку, мы должны признаться себе в этом, что есть какая-то сила внутри меня, которая от меня не зависит. Ни один знакомый рассказывал, что он бросил жену с ребенком. И когда она уходила, ну, когда они расставались, то у него внутри очень сильная боль возникла. как будто бы вот, что он совершает ужасный поступок в жизни. Но так как он уже хотел наслаждаться другой женщиной, он все-таки этот поступок совершил. Ну, что это за сила такая заставила его страдать? Неужели это само по себе как-то механически возникло? Это условный рефлекс, может, какой-то? Неужели мы хотим так примитивно воспринимать этот мир с позиции просто каких-то условных рефлексов? Неужели у нас нет внутри более глубокого желания понять, что здесь происходит? Итак, наша лекция сегодня посвящена этой теме. Духовные отношения между мужем и женой. А так как эти отношения духовные, поэтому я ничего здесь не могу сказать от себя. Ничего. Понимаете? Потому что духовная наука, она в отличие от обычной науки, основывается на священных писаниях. Мы не можем понять, что такое духовная энергия. Мы не можем ее никак исследовать. Она не поддается нашей аналитике. Душа, она не имеет веса. Это вечная субстанция. Мы не можем ее измерить никак. Поэтому единственный способ изучать на основе тех свидетельств, тех людей, которые поняли, что это такое. Я знаю одного святого человека. Он собрал ученых, теологов. И знаете, интересно, он с ними начал разговаривать. Вот попытайтесь проанализировать эту беседу. Он говорит, вы теологи, то есть это означает, что вы изучаете, кто такой Бог. Теология, наука о Боге. Говорит, вы изучаете, кто такой Бог. Бог, я, говорит, всю жизнь занимался духовной практикой, молился, и у меня есть откровения, которые позволяют мне, свидетельства внутренние, которые позволяют мне понять, кто такой Бог. И он их спросил, вы готовы принять от меня эти свидетельства? Я изучаю, то есть я уже кое-что знаю об этом, если вы ученые. Примите эти доказательства из моего сердца. Почему бы вам это не принять, если вы ученые настоящие? Как вы думаете, какой был ответ? А как интересно научно изучать, есть Бог или нет? Где тут научный подход? Извините. Приборы никак не могут это проверить. Как это научно можно изучать? Это можно только на основе свидетельств изучать каких-то? Как это можно изучать научно? Мы не измерим никак, нет достоверных фактов. Зачем тогда наука эта нужна? Вопрос. Они ничего не смогли сказать ему в ответ. Они просто молчали. Они не могли принять свидетельство его. Почему? Ну потому что даже ученым иногда бывает трудно признать, что Бог есть. Трудно себе признаться в этом, хотя бы предположить. и так веды предполагают, не предполагают, а утверждают, что каждому человеку очень трудно признаться, что Бог есть. И сравнивают это, знаете, с чем? С тем, что очень трудно признаться себе, что ты не прав, потому что это та же самая сила тебе об этом говорить. Вот допустим, каждый человек знает, в чем не прав близкий человек. Вот я недавно молился, 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 и у меня в сердце откровение пришло. То, что я считал нормальным, вдруг я увидел, что это плохо. Вот я вот обычно, так вот, ну, я живу, что-то делаю обычно, и в какой-то момент раз, у меня откровение в сердце пришло, а это необычно. Это ты считаешь, что это обычно, а это плохо. И знаете, интересный результат этого откровения? Те люди, которые реагировали на меня, вот в этом плане, и я считал, что они неправы по отношению ко мне, стали правы, а я стал неправ. Удивительный переворот произошел в сознании в результате этого. Видите, есть какая-то штука, которая мешает понимать, в чем я неправ. Эта штука означает борьба с голосом совести, борьба с Богом по факту. Ну, просто, видите, мы сейчас эту тему изучаем. Теперь вопрос заключается в следующий. А существуют ли вообще духовные отношения между мужем и женой? Да? Кто сказал да, поднимайте рюк? Кто? Вот, в чем они выражаются? Да не бойтесь, я не экзамен, я сам не знаю, в чем они выражаются. Не волнуйтесь, вы говорите то, что вы знаете. Хорошо, кто вот может ответить на этот вопрос? Да? Вы это осознали уже? У вас есть духовное отношение с мужем? Мужа нет, но уже осознала. Хорошо, надо, чтобы у кого-то был муж и осознала. У вас, да? Так, видите, уже начинается правильно. Православие означает. Ссылка на... Так. Еще раз погромче, пожалуйста. Так. Жена. Жена по отношению к мужу, как церковь по отношению к кресту. Так. Ну правильно, но все равно непонятно. Все правильно выговорить, но мы не поймем все равно. Хорошо, не буду вас мучить, скажу одну вещь, простую. Когда мужчина с женщиной встречаются, они начинают... Влюбились друг в друга, да? Между ними нет никаких духовных отношений. Вообще никаких. Они просто желают наслаждаться друг другом. Эти отношения по природе очень эгоистичны, по факту, и очень материалистичны. Ничего духовного нет вообще. Но вот интересно отметить тот факт, что вот энергия, с помощью которой это все происходит, абсолютно духовная. вот эта энергия любви, она имеет духовную природу, и причем она самая главная в этом мире. Нет главнее этой силы. Поэтому Фрейд, как бы он решил, что эта сила самая главная, и она больше всего действует в половых центрах. А любая вера считает, что эта сила самая главная, и больше всего действует в сердце. Спасибо за помощь. Вот. Ну как вы к чему склоняетесь? Сердцу. И я тоже к сердцу. Хотя мы не можем отрицать, что там тоже сильная энергия действует. Эта энергия любви действует и в половых центрах. Но вот интересно отметить, вот давайте разберем этот вопрос. Смотрите, допустим, мужчина полюбил девушку, но не свою жену, а чужую. и у него есть своя жена. Ясно, что своя жена с точки зрения красоты надоедает. Ну, или нет? Кто считает, что не надоедает? Поднимите руку. Сколько вы живете с женой? Пять лет? Ну, пока еще нет. Выводы сложно делать. Еще кто больше? Кто десять живет и не надоедает с женой? Десять с женой. Десять лет и не надоедает. Девять с половиной. Духовное отношение. Давайте узнаем, как вы добились, что жена не надоедает. Как вы это сделали? Он недавно это понял. Один понял, и то недавно это понял. Не смейтесь, не смейтесь. ученые так же считают. Есть такая ученая, Алешина, Юлия Алешина. Она провела исследование в семье, обнаружила, что где-то порядка от восьми до четырнадцати лет совместной жизни отношения гаснут. а потом или люди расходятся, или происходит нечто, что дает возможность им улучшаться. То есть, смотрите, получается буква В. Или люди расходятся, или у них улучшается потом совместное отношение. Знаете, в чем здесь причина? Что люди по-другому начинают воспринимать друг друга. Вот мы, смотрите, возвращаемся к первой точке. Девушка очень красивая, любимая, а жена родная. Кому идти? Почему? Вот, видите, вот у него есть духовное отношение в семье. Смотрите, идти к жене, он сказал, потому что это настоящее отношение, он сказал так. Но не у всех в сердце это откликнулось. Видите? То есть, если мы просто наслаждаемся жизнью, и мне кто-то понравилось, да, кто-то понравилось, девушка, да, я наслаждаюсь жизнью. Мне понравилась очень сильно девушка, она красивее, моложе, красивее всегда, вот, больше энергии любви. Жена уже не такая молодая, меньше вот этой внешней энергии, но он говорит, это настоящее отношение, а то ненастоящее. Почему он так сказал? Потому что он знает, что такое духовное отношение в семье. видите, есть, оказывается, очень глубокие отношения, которые не воспринимаются вот как что-то внешнее такое, они очень чистую, светлую природу имеют. И люди раньше в древности вот священное писание, которые как бы следовали вот этим слову священное писание, они это понимали, понимали. Смотрите, как мы сейчас воспринимаем отношения всем, большинство из нас, не все, но большинство всегда, вот смотрите, внимательно давайте в свое сердце возникните, мне нужна такая семья, в которой мне всегда было бы хорошо. Ну, хорошо буквально в смысле слова, что меня близкий человек должен наслаждать. Так? и мы думаем, вот с этим мне нехорошо. Зачем тогда мне с ним жить? Сразу возникает вопрос. Это глубокие отношения, нет? Нет, а почему? Потому что мы не понимаем принцип, что такое вообще любовь. Любовь это всегда только служение, веды утверждают. Видите, смотрите, был сделан постулат. Любовь это всегда только служение, причем бескорыстное, самоотверженное и самозабвенное. То есть человек забывает вообще про себя, как к нему относятся, он просто проявляет отношения. Что с тобой стряслось вдруг опять, быть может я в чем виноват, нельзя же молчать, упрямо молчать, и час, и другой подряд. Да? в реку смотрятся облака, и я тоже в реку смотрю, вдруг чувствую, как любимая рука берет нежно руку мою. Видите, то есть поругались, стоят, и кто-то раз начал шаги делать навстречу, хотя неприятно. почему? Потому что любовь, она бескорыстная природа имеет. Нам хорошо, хорошо, когда мы любим, и даже если не любят нас. Песня такая есть. Песня это свидетельство или нет? Свидетельство, потому что человек испытал чувства, он написал, сердце у нас отразилось, почувствовали это правду, да. Нам понравилась песня, значит это правда. Песня понравилась, значит правда. Мы чувствуем, что это есть. И так любовь, она совсем другую природу оказывается имеет. Смотрите, у нас внутри есть желание определенное, мы часто ему верим, у нас есть желание, мы чего хотим? Мы хотим, чтобы мне хорошо было всегда. Мне хорошо с тобой, и снегопады в дождик проливной. То есть я хочу так жить, чтобы всегда мне так хорошо было. А с этим козлом мне плохо. Видите, противоречие возникает какое-то. Если это правильное чувство, почему бы оно вечным не стало? И мы никогда не видим, что такое чувство у кого-то вечным стало. Некоторые по-русски сказать понты кидают и делают вид, что у них такое чувство вечное. Они ходят такие, что у них вечная любовь. Вот это балдеж друг с другом. Такого не бывает. Балдеж кончается. А духовные отношения в семье, сейчас я объясню, что это такое, с позиции священных писаний, опять же. Потому что мне до конца это неведомо. Я еще не создал такие отношения с своей женой. Я только пытаюсь создавать. И это хороший путь. Стоит на это отдавать свою жизнь, духовные отношения создавать. Потому что они имеют очень светлую, чистую, возвышенную, радостную, вечную, мощную природу, дающую желание жить. льется музыка, 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 печали, веселя, от которой так хочется жить. Это музыка сердца, да? Жить хочется. Музыка создается в чистых отношениях между мужчиной и женщиной. Давайте теперь сразу условимся. Смотрите, я как бы люблю свою жену, но мне также нравится еще одна девушка. Чистое отношение. До свидания. Духовные отношения. До свидания. Все, нет духовных отношений. Думай, выбирай, что ты хочешь в жизни. Хочешь глубины, чистоты и света или просто хочешь вот так пройтись по поверхности. Веды говорят, есть два типа людей. Одни им достаточно банку с медом снаружи лизать, а другие грызут крышку. Вот настоящая любовь, чтобы настоящую любовь как бы развить, надо крышку грызть. Понимаете, крышку надо грызть, потому что она труднодоступна, настоящая любовь для нас. Вот попробуй и так живи, чтобы ни на кого не смотреть, только для своей жены, а она тебе пакостит каждый день. Да, вот, кстати, это факт. Почему? Потому что природа-то у нас недуховная далеко. Это первое, что надо узнать, что природа у нас недуховная. Конечно, когда мужчина смотрит на девушку, он думает, какая она вообще необыкновенная. первая любовь моя земная, утро моих глаз, я тебя совсем еще не знаю. То есть, да, такая необыкновенная она. И снова вижу образ твой, Мадонна. Необыкновенная, да, любовь сначала? а потом какая-то обыкновенная становится. Глаза бы мои тебя не видели, да? За день так накувыркаешься, придешь домой, там ты сидишь. Обыкновенная сначала такая необыкновенная была, а потом стал обыкновенным. Почему? Потому что сначала человек видит чистоту, чистая в другом человеке, чистая. а потом начинает жить и начинает видеть грязное в нем. У всех людях есть грязное. У женщин есть грязное? Нет. Кто сказал поднимите руку девушке? Ну? Нет, ну чего вы стесняетесь? Правильно. Вот поэтому девушки красивыми кажутся. В этом причина, что она смотрит на себя в зеркало и думает господи. какая я чистая, светлая. Эти козлы этого не понимают, мужики. если бы этого не было в женщинах, они бы никогда не были красивыми. Они сами себе должны нравиться, чтобы тот другой почувствовал счастье. Это нормально. Но мы сейчас о другом говорим. Вы правильно все сказали. Но надо же быть немножко поумнее. Это как бы все правильно. Это так надо, чтобы быть счастливыми в личной жизни. А мы сейчас говорим о другом. Мы сейчас говорим о том, что на самом деле внутри. Мы просто между нами, девочками, об этом говорим. Они не должны знать, мужики, конечно об этом. Уже знают, провалился эксперимент. Есть более тонкая и изящная природа. Энергия любви. Женщина живет для любви, поэтому она управляет этой энергией более тонкой, изящной. Но эгоизм тоже есть внутри. Точно такой же, как у мужчины. Просто мужчина другой энергией управляет. Он управляет энергией знания, которая направлена на то, чтобы добиться чего-то в этом мире, понять. Женщина как бы связана с энергией любви, мужчина с энергией знания. Но идея в чем заключается? В том, что внутри мы все грешные. И женщины по-женски, и мужчины по-мужски. И поэтому, когда два грешных человека сходятся вместе, и между ними закручивается определенная энергия, какая энергия закручивается? Желание наслаждаться рядом другим человеком. Желание наслаждаться. мне хорошо с тобой. Знаете, наслаждение идет, мне нравится с тобой жить хорошо. Я что-то делаю для этого, чтобы хорошо было? Я оценки сдаю? Нет, просто нахожусь рядом, и все, и мне классно. Супер тоже так жить, А там где-то счетчик крутится. Спасибо за помощь. Крутится счетчик, который указывает на то, что происходит на самом деле. А на самом деле происходит то, что счастье настоящее только в результате труда возникает. Чтоб ступу в воду в ступе не толочь, душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь. Есть такие стихи удивительные. Заболоцкий, да, я все не помню, там прямо я вот абзац прочитал, у меня же волосы в любом стали, как классно он написал. И что будет, если она не будет трудиться и день, и ночь? Понимаете, трудиться означает служить. Это не означает тянуть к себе вот я наслаждаюсь этой женщиной, это наша корова и мы ее доим. Понимаете, то есть это не любовь, это не любовь. А любовь означает отношения такие построить, которые потом благодарность сердце вскрыли. Вот смотрите, вот здесь есть такая точка, вот как у Алешины, видите, буква В, там есть точка, в которой или разошлись, или остались вместе. Знаете, что это за точка? В которой человек переступает определенную грань. Вот знаете, почему люди ругаются друг с другом? Есть только одна причина. я хочу объяснить, как мне надо служить. Вот что нужно для меня сделать, чтобы все было хорошо, чтобы я тебя не загрыз. Ну вот зачем ругаться еще? что ругаться? если допустим я служу какому-то человеку, да? Бескорыстно. Мое служение будет отвергнуто или нет? Нет. В этом плане ругаться незачем. Если ты что-то отдаешь бескорыстно, то все принимают с удовольствием. Ругаться незачем. Ругань-то возникает, когда мне служить не хотят. В ответ допустим, да? Я вот послужил тебе, а ты почему мне не служишь? Вот сразу ругань. А это означает эгоизм. Все. Видите? Эгоизм означает нет любви. Вот смотрите. Или я пользуюсь энергией любви и тогда в этом случае вот смотри теперь математика пошла. Или я пользуюсь энергией любви означает у меня есть претензии по отношению к близкому человеку. Претензия означает пользуюсь энергией любви. Значит любви нет. Есть эксплуатация любви просто. Самой любви у меня в сердце нет. Я ее эксплуатирую. Я хочу использовать ее, не отдавать, а брать. Видите? У меня от меня любви не исходит. Я недоволен. Почему так ко мне относятся близкие человеку? Я недоволен. Видите? Сразу отчуют получается Олег Геннадьевич у меня все неправильно. Не волнуйтесь у нас у всех все неправильно. Все нормально. Мы поэтому здесь собрались что все неправильно. и так любовь означает что человек вот в этой точке такой точке перелома судьбы он решает а зачем мне на что-то рассчитывать в этой жизни? Я хочу жить честно. Не хочу жить счастливо. Разница есть. Потому что счастье понимается неправильно. А я хочу жить честно. И с этого момента человек что начинает делать? Начинает просто служить близкому человеку ничего не желая взамен. Причем интересно отметить что первое что происходит он начинает наглеть от этого. Он не будет сразу какой ты хороший. Он скажет да пожалуйста я не против. Причем на лекции будет ссылаться говорит. Легина говорил женщина должна быть смиренной послушной заботливой верной она должна молчать когда муж говорит жена хотелось чтобы муж лекции послушать он послушал но она захотела чтобы он знал как мужчина должен себя вести да потому что она сама послушала лекции и что услышала как мужчина должен себя вести да и она думает ну почему бы ему не послушать и узнать как ему себя вести а он послушал лекции узнал что-то другое все наоборот в этом заключается вязать банку с другой стороны не пользоваться энергией любви потому что для того чтобы ей пользоваться для этого надо ее отдавать а это очень тяжело потому что ты как бы шаг в пропасть делаешь потому что ну не на что рассчитывать в данном случае беззаветное означает что ты не ждешь когда будет ответ возникает две проблемы сразу когда человек идет этим путем так как я иду этим путем я знаю что возникают две проблемы первая проблема близкий человек наглеет вторая проблема неоткуда брать силы человек чувствует тут он близкому человеку что-то сделал сил нет бескорыстно сделал сил нет потому что нет благодарности нет сил почему нет сил вопрос нет бескорыстно но сил нет почему силу а потому что ты не понимаешь откуда силы берутся понимаете мы все как живем мы думаем я сделал бескорыстный поступок хорошо если ты сделал тогда отвечая за это мы не можем отвечать потому что я сделал бескорыстный поступок и жду назад хорошо если бескорыстный зачем ты ждешь назад а потому что мне не хватает силы и отдал любовь нужно назад видите я оказывается не солнце маленькая искорка который нуждается постоянно в энергии любви и поэтому то люди и страдают постоянно почему они страдают потому что я нуждаюсь в энергии любви а близкий человек на которого я рассчитывала мне ее не дает а я для него все сделала всю жизнь свою отдала именно так женщины действуют смотрите как интересный эгоизм женщины работает женщина эгоистично служит и очень сильно ждет ведь ее природа какая служить но с эгоизмом вот смотрите как у мужчины мужчина не хочет служить вообще гад такой скотина он не хочет служить но если он служит то бескорыстно вот если все таки у него родилось желание служить то это желание по большему счету бескорыстно что тебе подарить человек мой да я те что тебе подарю может этот рассвет у меня для тебя невозможного нет это мужское сердце так работает ну да там все что угодно почему потому что пробило понимаете но в основном мужики они не шевелится сильно что-то сделать для жены видите у мужчины эгоизм работает не желание служить а у женщины работает желание служить но она не может потом терпеть если ей не возвращают у нее нет такой возможности допустим она приготовила покушать мужу садиться напротив него но он то не понимает что ей надо он ест как бы радуется что она так ему так его любит он наслаждается она такая сидит уже такая очень серьезно воспринимать ситуацию скотина вообще не понимает что мне надо сейчас сказать слова благодарности эти по-разному эгоизм работает но это тот же самый эгоизм просто по-разному функционирует это замкнутый круг мои хорошие здесь нет счастья веда сравнивают такую жизнь с темным колодцем поросшим травой почему потому что иногда в индии колодцы покрывались травой и человек допустим путник идет да и он бац в этот колодец провалился а там трава вот так бульк до свидания ни звука не идет ничего ты был тыкаешься в воде кричишь а кричать некуда потому что никто не услышит звук отражается от земли все до свидания верная смерть вот так веда объясняют семейную жизнь людей которые не понимают что такое духовная семейная жизнь что такое любовь чистая светлая настоящая если они понимают как система работает они никогда не смогут вырваться из этого круга обид желаний и надежд они живут в этом надежде не думают когда же этот человек наконец-то будет меня любить а он не может любить он эгоист вроде такой же как и ты все одинаково но и тоже выхода нет и найти пути из лабиринта есть выход на самом деле изучать как должно работать по-настоящему все смотрите должно работать так человек должен брать энергию любви от чистоты вот допустим почему монахи живут в монастыре в чем причина зачем там но они себя всего лишили чего не может они дураки спасибо за пункт спасибо я уже услышал все услышали чё дураки они что ли просто глаз словами младенца глаголит истина иногда младенца понимать помогают тема сложная чё дураки там монастыре живут или может у них просто не удалось некоторым да у них не удалось там все им патенты может быть или там еще что то ну и живут монастыре поэтому кого другие мнения есть этот счет а кто из вас видел светлые глаза монаха поднимите руку о значит все таки есть там как что то такое чего мы не знаем есть значит там такие отношения возвышенные чистые которые нам далеки до для нас значит есть там какая-то сила необъятная в этих людях откуда же она берется почему же они такие сильные а мы такие славы почему они могут соблюдать заповеди а мы не можем потому что мы вращаемся в энергии наслаждения живя для себя рядом с близким человеком наслаждаемся им они вращаются в энергии служений потому что они отделились себя от наслаждения они отреклись от наслаждения интересно что веды говорят по поводу семейной жизни они говорят это то же самое что монашеская жизнь только есть два пути один путь есть сильные люди которых есть уже наработки в плане отношений настоящих чистых на отношений они просто раз поставили точку и начали ко всем отношиться сица чисто и светло а семейные люди это те люди которые так не могут сразу сделать они должны это сделать постепенно с отсюда вывод разводиться нельзя вот эту точку надо пройти и потом уже начинается вот эти светлые отношения и Субтитры создавал DimaTorzok